всем привет немногочисленным ученикам которые посетили эту тренировку а также зрителям которые посмотрят ее в записи я вернулся после двухнедельного отдыха и теперь мы будем продолжать наш обучающий процесс начнем мы с того что закончим серию тренировок с теми ребятами которые записались в мини-группы насколько вы помните это было две группы под кодовыми названиями избранные каталы и избранные новички сегодня мы будем работать с избранными каталами в состав которых входит два пользователя наших сайта Антон и Иван к сожалению Иван сегодня не сможет появиться на тренировке он заранее мне предупредил что у него проблемы с интернетом не может зайти на тренировку поэтому Антону сегодня повезло и это будет индивидуальная тренировка для него напишите в чат как меня видно и слышно если все нормально то я буду звонить Антону и мы начнем тренировку так отлично ну тогда я буду набирать алло да да привет Антон привет ну ты можешь поприветствовать нашего одного зрителя ну не знаю может быть кто то еще появится попозже ну привет значит сегодня мы будем проводить четвертую тренировку в частности разбирать будем только твою игру ну на самом деле может быть это и хорошо потому что я буквально вчера пообщался с ребятами по поводу их успехов как у них идет игра ну и выяснилось что Иван у нас хватает в апсинге у него все здорово классно плюсует и вот обратные результаты показывает Антон он уже играет почти больше месяца наверное в минус но сильно наминусовал в январе и спустился на ино 25 я последние пару недель сколько я понимаю катает в ноль или слабых плюс да ну примерно так ты все правильно расписал да соответственно нужно понять в чем причина вчера я уже бегло рассказал ребятам о том как какие существуют методики определения того в чем причина вашей минусовой игры но сейчас я для наших зрителей и участников быстро их вспомню соответственно когда вы начинаете играть минусы чувствуете так называемый даунстрик он может занимать там три дня пять дней вы можете сказать пол месяца минус или может месяц два месяца когда вообще такое происходит если вам нужно понять как можно быстрее из-за чего это происходит и здесь три как правило причины с которыми связаны ваши заливы в частности тоже про это говорили с Антоном вчера первая причина что у вас есть какая-то заданная стратегия и концепция игры которая вам известна но вы почему-то не следуете принципам этой концепции то есть словно говоря вы изучили стратегию игры на нашем сайте вы знаете что там фишей нужно вливбетить большим сайзингом да там ставить под беты вы почему-то не делаете или вы знаете что против оппонентов с очень низкой агрессивной фрекенсии на ревер там меньше там 25 процентов нужно делать фолды больших рук такие как топ пара топ кикер против каких-то агрессивных действий пуши рейзы и так далее но вы опять же почему-то этого не делаете то есть вам эти принципы известно но вы им не следуете и это называется ошибками в рамках известной вам концепции собственно это наиболее простой вид и наиболее простая первопричина вашего даунстрика просто потому что ее не так сложно устранить соответственно устраняется тем образом что вы начинаете анализировать свою игру вы разбираете раздачи после сессии вы выкладываете их на форум оценку раздач вы приходите с ними на тренировки вы разбираете свои базы рук и собственно выписываете делается чиклик своих ошибок начинаете повторять теорию начинаете большее количество раздач разбирать письменном подробном виде больше разбираете устно проговариваете свои ошибки и за счет этого опыта за счет прописывания проговаривания своих ошибок у вас эта информация уже загоняется в подкорку благодаря чему вы подобные ошибки начинаете и перестаете совершать во время живой игры соответственно ну это не так сложно сделать но многие этого не делают соответственно первое на что вам нужно обратить внимание на то не допускает ли вы ошибок в рамках заданной концепции игры второй вариант когда вы допустим разобрали свою игру вы понимаете что ну в среднем у вас там мало или небольшое количество ошибок которые связаны с вашей концепции игры и следующий момент который вам нужно вычислить дунстрик у вас или не дунстрик Антон не вздыхай так тяжело сейчас закончим Антон это уже все слышал соответственно это опять же ну в первую очередь делается по показателям холдом менеджера то есть вы смотрите ваши евэ насколько вам не додают вы смотрите по процент попадания в сеты вы какие-то ну это не такие точные уже будут прикидки но разбирайте опять же базу смотрите сколько там пулировок вашу не вашу пользу ну там если евэ линии там и процент попадания в сеты это достаточно точные показатели вы можете определить насколько хорошо или плохо вам сдают если вы видите что ну там у вас недодача по евэ 30 стеков да у вас падание в сеты там два процента по флопу то понятно что ну вы столкнулись с дунстриком ну и здесь просто нужно терпеть и собственно говоря в своей игре всего скорее ничего не менять ну за исключением подчистки каких-то мелких ошибок это второй возможный вариант и третий возможный вариант самый печальный для вас просто потому что его гораздо сложнее устранить чем первый и его не перетерпишь как второй это неправильная концепция игры то есть вам неизвестна правильная концепция игры или вы используете неправильную или вы поменяли свою старую концепцию игры на новую которая не работает или вы поднялись на новый лимит со старой концепции игры где она уже не работает ну то есть это подобная ошибка бывает как правило в двух случаях то есть основные случаи когда вы поднимаетесь на лимит выше вы играли на предыдущем лимите и ваша стратегия общей игры позволяла бить этот лимит бить его там в несколько бб на 100 3-4-5 бб на 100 но на лимите выше она просто перестает работать уже она не работает против большего против подавляющей части поляны с которой вы играете эта концепция не работает соответственно вы начинаете играть 0 либо в минус и здесь нужно понять в какую сторону вам начать работать чтобы изменить эту концепцию чтобы начать бить данное конкретное поле или же вы наоборот скажем могли поменять концепцию своей игры начали изучать какие-то более продвинутые вещи но на лимит выше либо не поднялись либо эти продвинутые вещи как неправильно интерпретировали или просто выучили какую-то неправильную концепцию потому что вы можете сталкиваться с непроверенной неправильной информацией и соответственно вы ее начинаете применять на своем лимите и она либо не работает она является неверной либо она просто работает хуже чем ваша предыдущая модель игры то есть условно говоря вы играете те лимиты где нужно сильно эксплуатировать ваших оппонентов использовать несбалансированные очень линии, несбалансированные сайзинги и это приносит вам максимум value а вы же в свою очередь начинаете играть с защищенными спектрами, без рейзов и так далее и тому подобное когда больше EV будет вам давать более эксплуатирующая игра соответственно вам нужно определить, ну это конечно сделать сложнее это можно делать с помощью собственного анализа, это можно делать с помощью тренера не является ли вот ваш случай тунстрика того, что вы просто используете нерабочую модель игры когда вы это поймете, нужно понять в какую сторону вам нужно копать то есть вам нужно копать в сторону каких-то эксплуатирующих линий или вам нужно лучше играть от своего собственного спектра вам нужно углублять понимание стоп-тур досок и всего прочего и собственно говоря за счет этого возвращаться на стезю плюсовой игры так, ну ладно, мы вот с Антоном вчера поговорили и ну пока сложно сказать какое конкретно у него ВИЧ из донстрика по его ощущениям довольно плохо сдают, да Антон? и какие-то еще небольшие ошибки но также у него есть некоторые подозрения что возможно он слишком рано перешел к какой-то новой концепции игры и начал углубляться в какие-то вещи ну скажем там игра с защищенным спектром и возможно этого не стоило ему делать ну сейчас мы разберем его базу рук но сегодня мы застарим внимание на игре на блайндах понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас сего, спасибо за просмотр! я узнам сильно и зачастую сегодня мы с вами ещё önce